До начала спектакля журналистов в гримерную театра не пустили. Молодые артисты и так волнуются перед премьерой. К тому же, пока еще не сыграв комедию, говорить о постановке в театральной среде не принято. С большим любопытством иду посмотреть, как они справляются с этим делом. Молодежь, говорят, занята одна. Говорят, талантливая молодежь. Познакомиться с великолепной семеркой суждено было лишь во время спектакля. Затаив дыхание, зритель пытался разглядеть знакомые лица. Мастер сцены Рустам Фаизрахманов прекрасно сыграл доктора Бартола. В роли находчивого хитреца Фигара зрители узнали актера, подающего большие надежды – Романа Никитина. Дебютант сезона Ильдар Вильданов. Он сумел проникнуть в душу главного героя комедии, тем самым заставив зрителя вместе с ним влюбляться, переживать, радоваться. По правде сказать, славная птичка, только трудно будет вытащить ей с гнезда. Ту самую славную птичку в комедии «Севильский цирюльник» режиссер-постановщик Алексей Молостов доверил сыграть Виктории Лапчук. Это единственная женская роль в спектакле. С поставленной режиссером задачей актриса справилась на отлично. Вокруг красавицы Розины так и кружились влюбленный граф Альмавива и алчный доктор Бартола. Напутственным словом молодым артистам и верному зрителю со сцены театра прозвучало поздравление от народного артиста России, чьим именем назван Бугульминский драмтеатр. Поздравляю с открытием 80-го юбилейного театрального сезона. Желаю от всего сердца дальнейших творческих успехов, чтобы нести радость зрителям и поклонникам. Ваш Алексей Баталов. К сожалению, бываю не часто в нашем родном, любимом русском драматическом театре. Но всегда его люблю, помню еще поколение тех артистов, старое поколение. И, к сожалению, из новых мало кого знаю. Но, тем не менее, иногда все-таки посещаю. Севильский цирюльник – не первая ласточка в Бугульме от Пьера Бомарше. В апреле 2012 года уже увидел свет спектакль «Безумный день» или «Женитьба Фигара». Премьера этого года ставит уже новые рекорды. Для того, чтобы ощутить атмосферу Испании, в Бугульму приезжают зрители с разных городов Татарстана. Редактор субтитров А.Семкин